Я вас приветствую. Садитесь на лавочку. Я хочу отдохнуть. Я целый день занята. Ужас какой-то. Я не знаю, в последнее время как-то дни так пролетают быстро. Знаете, вот иногда бывает ощущение быстро текущего времени, а иногда бывает ощущение медленно текущего времени. Почему? Я это знаю. Каждый по себе это знает. А еще, когда я только начала ходить в гомеопату, а там, чтобы подобрать тебе лекарства, там такие тонкости. Кашель усиливается на улице в холодную погоду. Кашель усиливается ночью, лежа в кровати. Кашель усиливается при езде в экипажа ночью. Ну, потому что это лекарства, которые были еще 200 лет назад, и там всякие такие подробности. Потом, ощущение быстро текущего времени. А какое было ощущение быстро текущего времени? Это программа. Помните, в газетах печаталась программа в конце недели, и ты эту газету оставлял, и эта программа, ну, кто-то покупал отдельно программу, а мы в газете оставляли, и ты потом, для телевидения, и ты потом эту программу старую выбрасывали, новую, помещали где-то, на журнальном столике где-то лежала, там где телевизор. Я ему сказала, этому своему врачу, Сергею Алексеевичу, звали его, Татаренко, там, в Каменском, не знаю, может, до сих пор работает. Он где-то приблизительно мой ровесник такой, наверное. Так, а я ему сказала, что у меня такое ощущение, что я не успеваю менять, только поменяла, уже опять, только поменяла, уже опять. А он пишет, это ощущение быстро текущего времени. Записывает, а потом, поэтому подбирается лекарство. Так вот, это у меня сейчас, я не знаю, какое ощущение, быстро летящего времени. Да. А еще, знаете, есть такая теория, что чем ты моложе, тем у тебя ощущение времени больше. Почему? Потому что, ну, вот, когда человек только родился, да, только родился. И вот у него первый день, он такой должен быть длинный, длинный, длинный по ощущению, потому что это вся его жизнь. Уже два дня, это уже половина его жизни. Там три дня, это уже третья часть его жизни. То есть, практически каждый день по ощущениям он должен сокращаться. Ну, мы не помним этого. Это в очень раннем возрасте. А когда тебе уже, как мне, 70, сука мне, кажется, 71, то день, он уже там, 71 умножить, скажем, на 365, да, это уже там какая-то многотысячная доля от твоей жизни. И поэтому день, он такой вообще, и улетел. Да. Интересная теория, правда? Я помню, как в детстве, там, в детоклассе, в пятом, в шестом, Боже, ждешь, ждешь эти весенние каникулы, после той длиннющей третьей четверти. Ой, так уже хочется, чтобы уже скорее было тепло, чтобы уже скорее можно было, помните, у нас были эти, демисезонное пальто называлось, осеннее, весеннее. Сейчас такого уже нет давно. Сейчас вот, знаете, зимнее, потом переходишь на сарафан сразу практически. А тогда это было, и я помню, когда мы там шли, кажется, 1 апреля в школу, ну, что-то такое, после весенних каникул, и было так круто пойти в гольфах. Это где-то там 3-4 класс, я помню. Знаете, там тогда еще чулки у нас были и всякое такое. Таких колгот еще речь не шла тогда. Потому что это был где-то 63-64 год. И тогда пойти в гольфах. То есть, значит, тут ноги у тебя как бы слегка голые, тут это демисезонное пальтишко, а тут гольфы. Ой, так хорошо. Это было так шикарно. Особенно если гольфы, там такие еще новенькие, вот тут резинки на них не растянутые, и они так с тебя не сползают. И туфли, самое главное, туфли. Туфли можно было уже весенние одеть. Это вообще было что-то такое красота. Значит, чем я сегодня занималась? Вот это, если вы слышите тиканье, это у меня в духовке стоят мое любимое блюдо, голубцы. Ой, я сегодня занималась с утра стулом. Знаете, если я вам его не показываю, это не значит, что я ничего с ним не делаю. Я чистила его пылесосом. Потом я там материю эту полоскала. Потом я конский этот волос, так знаете, укладывала, чтобы он так хорошо по периметру. Потом постирала второй кусок этой поролона. Я же хотела два слоя поролона. А теперь я смотрю, что этот конский волос, он так как бы распушился слегка после того, как я его постирала. И еще если два слоя поролона, ну, получится очень высоко. То есть надо, наверное, как-то сильно натягивать материал, чтобы оно это придавилось. А если учесть, что на этом стуле никто сидеть не будет, ну, это же для красоты стул, да? То я подумала, да ладно, наверное, я один только слой поролона. Ну, и постирала этот второй. Я его, правда, на этот раз так этот хорошо кусок выкрутила, для того, чтобы он хорошо высох, а не три дня. Сох как тот. То есть это такое. Значит, этот же конский волос насыпался на пол. Пылесосила. Ой, потом, что я еще делала? Потом я решила, что надо мне еще так подпылесосить. Подпылесосила. Еще и цветы поливала. Это же всегда цветы поливала. Но этот раз я уже не возила их туда-сюда. Ой, я что-то забыла, что можно возить. А я уже их носила. То есть я ходила уже так и без палочки, и без этого самого. В общем, нормально. Потом я еще решила приготовить себе покушать. То есть надо было завтрак приготовить. Приготовила. Потом... Я уже жила уморилась. Ходить туда-сюда. То есть я с этим хожу, с пылесосом хожу, с этим хожу. А время так летит быстро. Я вот это сижу, сейчас вспомнила, что я же и не обедала. Ага. Да, я как позавтракала. Ну, у меня был поздний завтрак, где-то около 10 часов. Пока тут. Я первым кормлю цветы. То есть сразу цветы, потом все остальное. Ага, вот это я вспомню. А у меня уже 4 часа. Товарищи. Как можно с голоду умереть, между прочим. Потом я решила делать это, как оно там называется, голубцы. Знаете, чем я их люблю, что их так и сделаешь, а потом тебе на 3 дня там хватит вот так вот. А то и на 4. Рис. Пока рис натворила. Потом. Хорошо у меня был свой собственный фарш, который я делала. Я его заранее вытащила из морозильника. Еще 2 дня назад. Потом делала начинку. Там 2 больших морковки натерла, капусту порезала. Ту, которая в серединке остается. Листья, когда поснимаешь, я не знаю, куда вы эту серединку деваете. Она у меня всегда остается. Я ее потом положу в холодильник. Она проваляется у меня какое-то время. Но потом иногда приходится ее выбрасывать. Я это тоже решила, нет, порежу туда на сковородку. Потом порезала остатки от лука порея, начинку. Все это перемешала. Знаете, это рассказывать быстро. А делать это, соус надо сделать. Решила делать без томата. Этот раз. Сделать только сметанный соус. Ну и я так сказать себе, чтобы, знаете, повеселее было. Поставила тут компьютер в кухне. Ну и слушаю там всякие же новости. Новости интересные. Россияне, смотрите на меня. Насматривайтесь. Потому что скоро вы уже не сможете, наверное, меня смотреть. Посмотрела сегодня, сколько меня смотрят из России. 42 процента. Ну так оно и есть у меня все время. Вот от... Нет, 43. 43 процента. От 43 процентов где-то до 48. Вот это вот все время эта цифра туда-сюда. Знаете, сезонно-то колебается немножко. Мужчин поубавилось. Вернулась к своей первоначальной цифре. У меня всегда было 10 процентов мужчин. Потом в какой-то момент скакнуло на 17. Не знаю почему. А теперь опять. Сегодня было 9. 9,9 процентов. Я так поняла из новостей, что с сегодняшнего дня на России замедляют YouTube. И теперь... А я не знаю, как вы... А как это делается, я не знаю. Вы знаете, вот этого я не могу сказать. То есть замедляется ли вообще весь интернет у вас? Или это только каким-то образом замедляется YouTube? Не знаю, не знаю. Вот этого не знаю. и другие блогеры говорят, что нужно будет заходить через VPN. Ну, не знаю. Поэтому насматривайтесь. Пока у вас есть такая возможность. А то будете только на этих смотреть там. На тех, как их, Витязевых, Скобеевых, Путиных. Ужас. какой-то... Или этот... Упырь. Как его? Соловьев. Вот уже упырь. Ой, а... В YouTube все хранится? Есть же это видео, которое и Путин говорит, нет, мы никогда... До 14-го. Нет, мы никогда не будем нападать на Украину. И тот же Соловьев говорит, как? На какую там типа Украину? Стоит там аудитория какая-то большая сидит, и он там стоит, ну зал такой и такой толстый, толстый, здоровый такой. И выступает и говорит, нет, как это? Типа, как это? Поменяли свое мнение. Ой, товарищи, очень много нового, интересного такого. Любуйтесь на Марвелу. Знаете, может она вам уже немножко надоела? Сейчас я так свет выключу, смотрите, какая она красивая. красоте такая. Потому что скоро расцветут другие, и тогда можно будет каждый день брать какой-то другой цветочек. Так, было разнообразие. Ну пока, о, вот, смотрю, увидела, попкорн распускает первую, ну там такие шмалюсенькие цветочки, там, знаете, надо под самый экран подносить. Распускает, о, я не видела, не видела еще, только увидела, посмотрела в ту сторону. Так, ну, этого, попугайчика вы видели? Два, нет, не попугайчика, вру, вру, веснушку, веснушку мою, там только два пока цветочка. Ой, а то уже такое все, это будет буйное, буйное, красота будет такая, непередаваемая. Вот, поэтому, поэтому, вот это я хочу с вами посидеть, аж так хорошо заставало. Я вспомнила, когда перед отъездом уже, мы там жили с младшей дочерью, старшая уже здесь была, а мы жили с младшей дочерью, у нас такой дом был старый, старый, очень старый дом. У меня была квартира в более новой хрущевке, от папы и мамы осталась, а я уже не хотела жить в том районе, я хотела здесь жить, тут, где я привыкла уже, тут с мужем мы жили, потом жили отдельно, и дом такой был трехэтажный, четыре подъезда, и в каждом было подъезде по раз, два, три, шесть квартир, 24 квартиры было в доме, то есть на каждом этаже было по две квартиры, и как раз тут напротив моей квартиры где-то уже, здесь вот у нас тут стояла лавочка, такая классная была лавочка, вот почему я так сидела на лавочке, а за спиной этой лавочки было такое большое дерево, метополь, по-моему, такая была большая-большая акация, знаете, которая цветет такими белыми цветами, и потом в детстве так интересно сорвать эту веточку акации, и там вот откусить от цветочка вот эта зелененькая, да, вот вы ели такое, ой, мы ели акацию в детстве, значит, берешь от этой акации цветочек отрываешь такой, и вот там вот зелененькое такое, где оно прикрепляется, оно такое вкусное, сладенькое, что только не ели в детстве, но она была уже такое дерево, было большое-большое-большое-большое, старое-высокое такое, уже, конечно, там ничего не достанешь, потому что там ветки уже где-то там были, большое было дерево, и вот мы выходили, когда было хорошее время, теплое, мы выходили втроем, я, соседка надо мной, тетя Миля, старше меня была, она как моя мама была, старше меня на 25 лет, ой, по-моему, ее уже давно нету, и сосед мой, Игорь, младше меня на 5 лет, живой и здравствующий, когда моя младшая дочь ездила, так сказать, в Украину в 12-м году, она зашла, его проведала, фотография есть, фотографировала с ним, и вот это мы сидели на лавочке, обычно мы с тетей Эмилией сидим, Игорь стоит напротив, и вот это все обсуждаем, все, всякие там события, всякие новости, всякие там, знаете, что купила, что сварила, какое-нибудь там кино, еще что-нибудь такое, и вот знаете, такой теплый, приятный вечер, такой летний, да, вот это когда, здесь такого нету, здесь вот солнце, 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 потом сумерки, 10-15 минут, потом она раз и упала, все, здесь нет вот этих длинных-длинных сумерек, такого вот этого, этих утомительных, приятных вечеров, нету, а там же уже где-то с 8 вечера, и это уже немножко раньше, уже жара, это спадает, и уже так вот солнце медленно-медленно садится туда, ну где-то там за домами, и вот уже где-то там часов до 10, уже там где-то, а то и позже, когда время переводят, и вот это мы сидим на лавочке, ой так, так классно, а еще у нас там жили хомяки, и жила морская свинка была, ну вот это я выхожу, у меня это тут морская свинка гуляет со мной, сидит, ой, знаете, так интересно вспоминаешь, вот это все, я вспомнила, знаете, уже вспомнила, как мы о Новый Год, я вот такие воспоминания немножко, ты, знаете, вот я с вами, чтобы отдохнуть, отвлечься, я вспомнила, как на Новый Год, мы с моей младшей дочерью решили приготовить шашлыки в духовке, ну, как-то соседи мы не праздновали вместе, там у каждого там свои, какие-то были родственники, там как-то свои, не все так хотели, чтобы там вместе собирались, нет, такого как-то не было, ну, и я же там замариновала это мясо, а эти соседи, с которыми так гуляли, они выше меня жили, этажом, замариновала я это мясо, поставила в духовку, боже, надо было положить, наверное, на алюминий, или на что-то положить, я не сообразила, я на решетку, и оно уж капает туда, поддон я поставила, только ниже, оно капает туда, боже, дым такой, дым, как пошел дым, ой, а что, это же зима, ну, и год 31-го, что я делаю, ну, я думаю, пойду, тут открою форточку хорошо, а тут открою дверь в подъезд, и потом на улицу туда, чтобы протянула, вытянула, знаете, что, зачем я это сделала, как повыскакивали все соседи, ой, что это такое, что это такое, дымом тянет таким, что это горит, я говорю, это у меня шашлыки, жарят, ну, и в общем, так это мы посмеялись, и потом, знаете, раз-два, как-то собрались у соседки, дядя Миле, пошли к ней, каждый принес, что у него было, и мы так отметили, так классно встретили Новый год, так что-то мне это запомнилось, такое, знаете, зимой же на лавочке особо не посидишь, ну, можно было пойти друг у друга посидеть, так и ходили, я могла к Игорю пойти, или к тете Миле, или они ко мне кто-то придут, там сидим, и там языком чешем, так сказать, а что, это же общение, между прочим, и так мне запомнился этот такой классный Новый год, потому что соседи, бац, пооткрывались все двери, и все повыскакивали, в коридор, так, значит, что тут у меня, 20, еще 20 минут, но это только час, а потом я еще их подержу, больше голубцы, ой, это классно, такие воспоминания, тут, конечно, такого нету, тут, зимой и летом, одним цветом, а вот знаете, для нас же это странно, да, вот как люди некоторые, там пишут, какие-то странные люди пишут, как это в июле зима, ну так, полземного шара в июле зима, в конце концов, а вот здесь же привыкли люди, да, и живут, и им это нормально, что у них Новый год такой вот, жаркое лето, я бы сказала, да, а для них это нормально, миллионы людей живут, не только в Новой Зеландии, та же Австралия, вся, вся Латинская Америка, между прочим, все совсем не так, как у вас, я же говорила, вы там ходите, это, вниз головой, а мы ходим нормально, поэтому, значит, так сказать, завершение своего рассказа, что я хочу сделать со стулом, вполне возможно, может быть, даже завтра, может быть, даже завтра, мне удастся уже, или в ближайшие два дня, нет, завтра нет, это точно, в ближайшие, может быть, два-три дня, сделать уже, эту, нижнюю часть стула, так сказать, сидение, а там же еще спинка, спинку там надо вырезать, что-нибудь из такого, знаете, твердого, твердого картона, чтобы туда сделать, и потом тоже туда поролончик, туда эту вышивку, чтобы она была чуть-чуть выпуклая, в общем, есть куда руки приложить, завтра я собираюсь, вообще-то, прислал этот Найджел, приглашение в Токапуну, ну, как бы, фруктов полно, овощей полно, единственное, я бы хотела купить кабачков там, может, куплю, если не поленюсь, если не поленюсь, прислал, что приезжай там, это, порыться, так сказать, во всем этом, брахлоте, потому что следующее, следующее воскресенье, он прислал, написал, что следующее воскресенье его не будет, ну, я хочу там зайти, там рядом же большой магазин Фармерс, ну, такой, такой, раньше назывался, Универмаг, Универмаг, я хочу там купить себе ночную рубашку, в конце концов, которая длинная, я же в прошлом году себе купила ночную рубашку, только она такая, знаете, до колена, ну, не было таких, там, за колено, и с длинным рукавом, так рукава длинные, а рубашка короткая, ляжешь на кровать, извините, задница у тебя там, это, голая мерзнет, потом, вот я ее одеяльцем хорошо прикрыла, так я сегодня посмотрела в интернете ночные рубашки, знаете, какое издевательство, я три магазина обсмотрела в интернете, значит, если рубашка длинная такая, некоторые были такие, аж внизу по косточке, так рукавчик вот такой, если рукава хорошие, так она только до колена, ну, что за идиоты это шьют, я вообще этого не понимаю, или если там чуть-чуть за колено и рука длинный, так вот такое декольте, ну, это что-таки как бы зимняя вещь, ой, ну, вроде бы я в этом фармерсе нашла там, подходящую, я на телефончик сфотографировала, и поэтому у меня там еще есть и карточка из фармерса, на которой там лежит что-то 32 доллара, я уже забыла про них, вот, недавно так сказать, кошелечек посмотрела, ну, что у меня за карточка из фармерса, а, оказывается, у меня там это, еще есть у них кредит, я когда-то что-то покупала, а потом меняла, и получилось, что я меняла более дорогое на менее дорогое, и поэтому у меня ту часть мне не деньгами вернули, а на карточку, я сказала, давайте на карточку, нормально будет, вот, я хочу пойти туда и посмотреть эту, так сказать, ночную рубашку, поэтому, а там как раз хорошо, тут порылся, там дорогу перешел, и прямо в этот, в универмаг, фармерсы, это от слова фермер, фермеры, магазин называется, в общем так, я с вами посидела, отдохнула, я уже, знаете, так, с вожделением, посматривая на голубцы, а знаете, вот, ну, сразу их вытащить из духовки, оно как-то не очень, я люблю, чтобы они немножко постояли и настоялись, я сделала такую сметанную, этот раз заправку, без томата, и не хотела с томатом, я просто сметанную, сейчас, когда время закончится, так, ну, вот, уже тут, 10, 12 минут, я потом, наверное, эту, она у меня фольгой накрыто, в духовке, выпекается в этом, в стеклянной форме, и, фольгой, фольгой накрыто, я хочу фольгу снять, так, чтобы она, ну, немножечко, знаете, подпеклась, так, красивенько, потом расскажу завтра, вкусные получились, или не очень, такие, как у мамы, никогда не получаются, никогда, ни перец фаршированный, ни голубцы не получаются, такие, не знаю, почему, но не получаются, так, ладно, я с вами посидела, отдохнула, и теперь опять, до работы, дорогим украинцам, я желаю, более-менее, спокойного дня, чтобы ничего не прилетало, а если бы летела, то пролетала куда-то там, в землю врезалась, где-нибудь, хотя это тоже ужасно, страдает земля в Украине, все животные дикие страдают, птицы страдают, сколько этих теперь, от лесов и посадок, ничего не осталось там, то, что люди высаживали, годами выращивали, там Донецкая область, вот эта вот вся эта там, Херсонская, Запорожская область, Луганская, там же, все посечено, деревьев нет уже, это все, что выращивают, о господи, а там же этот заповедник, Аскания-Нова, ой, я даже думать боюсь про него, кстати, я такое интересное видео вспомнила, видела, значит, тут на месте Каховского водохранилища, оказывается, там была такая местность, и это была такая низина, и вот она называлась Вылыкий Луг, и когда сделали это водохранилище, этот Вылыкий Луг, это такое историческое место, его затопило, а потом теперь, когда вот это вот растопило, так сказать, когда взорвали, эти московские террористы, плотину, то вода сошла, и теперь там, знаете, лес такой вырос, такой зеленый, и там такой дяденька рассказывает, поищите это видео, оно там всего 14 минут, но очень интересное, я не помню, как оно называется, что-то там типа на месте, Каховское водохранилище, ну, что-то такое-то, и он так хорошо рассказывает, дяденька же этот, научный, научный сотрудник, такой лес вырос, значит, прошел практически год, выросла верба, три метра, по три метра высотой, и эти деревья, они там так плотно-плотно, но он, знаете, вот так вот, как трава, как вот эти вот камыши бывают пока, но это деревья, и он сказал, где-то, допустим, через пять лет, такие уже более сильные, станут большими, а через десять лет вообще, вот эти все там, которые более слабые, они, так сказать, ну, могут пропасть, или как-то там, а вот эти вырастут, такие большие, и он сказал, да, показывает, там уже лягушечка такая прыгает, он прошел два метра, он говорит, все, там можно заблудиться, в этих вот это, но даже и не плавнее это, плавнее это же там, где вода, там до воды далеко, он сказал, это тянется на сотни километров вниз, и в ширину, там что-то на десятки километров, ну, и там развернулась такая, в комментариях дискуссия, якобы начальство украинское хочет обратно построить эту ГЭС, и опять это затопить, а люди пишут, что нет, не надо, оставьте, пускай это будет такой заповедник, и там, знаете, флора и фауна, я тоже думаю, зачем, если вам надо, ну, конечно, поливать, ну, поливать, проложите везде трубы, из Днепра, если вы хотите брать воду оттуда, может, как-то это можно решить, этот вопрос, если это надо, в свое время наполнять, будет крымский канал, туда тоже можно трубы протянуть, в конце концов, канал, если две большие там трубы, знаете, огромного диаметра, или три, ну, наверное, можно по этим трубам, эту воду давать туда, канал, не весь канал в трубах, а вот эта вот часть, которая там, текла каким-то самотеком, может, самотеком не сможете, этого я не знаю, ну, конечно, хотелось бы, чтобы оставили, знаете, так, с другой стороны, там, Запорожье получилось, судоходство такого не может быть, в общем, очень сложно это все, такое, ладно, товарищи, а вы, россияне, смотрите, пока, пока еще есть для вас, такая возможность, смотреть на других людей, а то останетесь вот там, у себя, за поребриком, за этим, за железным занавесом, будете там, с ума сходить, от того, что вам показывают, и рассказывают, эти бешеные пропагандисты, ужас какой-то, это, это, я не знаю, мне обсудом такое присудили, я бы не могла такого, ни смотреть, ни слушать, а пьюши позатыкала, и глаза бы закрывала, так, ладно, пошла я, посидела с вами на лавочке, получила такое большое удовольствие, угу, это классно, вспомнила, как мы сидели на лавочке с соседями, поэтому вы все мои соседи, и подруги, и друзья, вот я с вами посидела, полюбовалась на вас, я вас вижу, вас так много, я вас вижу, да, а вы меня, всего вам доброго, увидимся, восхитивши, Продолжение следует...